Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи. Мы беседуем о Библии, как о сакральном тексте православных христиан в том числе. Мы беседовали о авторстве, о богодохновенности этого текста. Мы беседовали о творческой свободе тех людей, которые участвовали в создании этого текста. В прошлый вторник мы поговорили о переводах Библии. А сегодня, наверное, самое главное, апогей нашего разговора о том, как правильно читать Священное Писание. Можно ли прочитать Библию и навредить себе? Это тоже очень важный момент. И как все-таки прочитать Библию с пользой для себя? Как и в прошлый раз, говорим об этом с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, Ручка. Добрый день, Сусея. Добрый день, дорогие телезрители. Еще раз прорекламируем тот факт, что по сравнению с 90-ми годами мы сделали мощный скачок. Мы, наконец, начали помимо богослужения заниматься вне богослужебной деятельности с прихожанами, читать вместе с ними тексты Священного Писания. Было это, безусловно, и в 90-е, но не так распространено. Сейчас практически при любом храме священники, воспитанные в Самарской духовной семинарии, прекрасно понимают необходимость работы с прихожанами, чтобы для них присутствие в храме было более осознанным, а духовная жизнь более наполненной и напряженной. Поэтому действуют библейские кружки в разных храмах. Со своей стороны прорекламирую наш Татьянинский храм при Госуниверситете, где уже сложилась такая почти пятилетняя традиция еще при отце Алексии, начавшейся первым настоятелем покойным, чтения Священного Писания. При различных молодежных группах читается Священное Писание, действуют молодежные слеты, зимние, летние, когда собираются молодые люди, в том числе читают и проясняют какие-то смыслы. Один из недавних проектов – это проект «Ваш» и отца Герасима на Софийской набережной под открытым небом на амфитеатре. Летний вариант. Летний вариант. В неждушных помещениях. Да, Священное Писание. Когда читает не только группа знающих вас, но и могут присоединяться простые прохожие, в том числе задать вопросы какие-то и так далее. И туда, и туда мы приглашаем… Да, надо сказать, что с Софийской набережной в холодное время года переносится все в семинарию. Но встает вопрос. Давайте начнем вообще с главного, наверное. Потому что очень часто приходится до сих пор встречаться с такой точкой зрения, что Священное Писание читать, ну, не обязательно. Ну, то есть мне ходить в храм и знать, где свечка за здравие, где за упокой, подать обеденку и причаститься, поисповедоваться. Знание, например, ну, я не знаю, какого-нибудь древнего перевода не обязательно. Да и не то, что древнего, современного совершенно не нужно. Древнего перевода, может, и не обязательно. Вот зачем читать современному христианину Библию? Для человека, считающего себя христианином и пытающимся, ну, все-таки бытем. Называться можно кем угодно. Воздух сотрясать – это многое не надо, но если человек действительно хочет, чтобы его жизнь в церкви была осмысленной, а не в каком-то таком бессознательном состоянии, то тут без этого никак. Потому что, хотя я прекрасно понимаю, почему некоторые люди даже как-то подсознательно, скорее, тут все в открытую себе этого никто не говорит, но подсознательно от этого отстраняются. Потому что удобно жить в неком, ну, тут узнать, куда свечка втыкается, да, то есть это тоже не очень быстро всего можно научиться. А Писание, оно, в принципе, говорит тебе, ну, в общем-то, предъявляет какие-то, в том числе и требования. То есть ты читаешь, тебе не очень удобно, там написано, как надо жить. То есть там не просто написано про то, что, то есть надо важно понимать, что как бы не было, не казалось нам, что это все было давно, там, две тысячи лет назад евангельские события, а Ветхозаветные еще дальше, но это все, на самом деле, там же нигде Господь не обращается с такой ремаркой, там, да, пометкой. Вот это я сейчас говорю только для вот современников. Вообще-то большая часть того, что там написано, написано для всех. И когда Христос обращается к своим ученикам, мы имеем в виду, что он не только к первому поколению, к первой генерации, а вообще к нам. И нигде не сказано, что так должны были жить там только первые ученики. Это все. И это очень неудобно. Даже когда вот мы сейчас читаем книгу «Деяний», там тоже, я говорю, что это очень такая неудобная книга в том смысле, что она показывает, как жила церковь первые десятилетия, и как она, в принципе, должна быть устроена, и как должна жить. И когда мы сравниваем какие-то наши современные реалии с тем, что там происходило, ну, если честно, в сравнении не в нашу пользу оказывается. То есть мы читаем просто самую короткую строку, вот она там идет, то есть и первые христиане жили как в Иерусалим первая община. Постоянно, да, там, еженедельно, там, собираясь для преломления хлеба, пребывая в общих молитвах и на учении апостолов. То есть чтение Писания. То есть и смотришь, да, то есть живет ли сейчас этим современная церковь, да. Насколько мы относимся к преломлению хлеба, так же трепетно и благоговейно, насколько мы и к чтению Писания. Ну, тогда они читали только Ветхий Завет, потому что тогда у первой общины еще не было Нового Завета. Новый Завет для них складывался устно в том, что говорили апостолы. Но все равно это, в общем-то, да, Завет не в форме текста, а в форме более широкого, да. И ты понимаешь, что там какие-то вызовы, которые, ну, которым ты не соответствуешь, и это не очень удобно. Я понимаю желание некоторых людей отгородиться, но если это желание преодолеть, я все-таки быть к себе честным и сказать, что я, ну, для меня христианство не просто свидетельство о крещении, не просто галочка числится, не просто там свечку втыкать, то тут без этого никак. Потому что вера, как известно, отслышание, да, то есть нам, в нашем случае, это не отслышание, конечно, напрямую очевидцев. Конечно, можно завидовать сколько угодно людям, которые реально жили рядом с очевидцами и могли там спросить апостолов, могли их услышать, да, застали их, может быть, уже там в конце их жизни. Но для нас это все сохранено, то есть, в принципе, для нас это настолько же важно. Поэтому, ну, это один из стержней, ну, идут с евхаристией, наверное, христианской жизни. У нас даже литургически все так устроено. У нас есть литургия, в ней как бы две основные части. Литургия слова и литургия евхаристии. Вот без, почему, наверное, они равнозначны даже где-то. Ни без одного, ни без другого, ни без пищи вот такой благодатной под видом хлеба и вина, ни без пищи духовной в виде, ну, писания христианин жить не может. Он может, конечно, как-то существовать, но по-настоящему жить и плоды приносить в церкви нет. Ну, то есть, если несколько резюмировать, те люди, которые ставят себе некий предел в виде ограниченного достаточно знания фактически, ну, такого церковного этикета, как себя правильно вести внутри церковной ограды, они, в общем-то, лишают себя, вернее, как сказать, они отказывают от такому объективному ходу событий, который предполагает, что духовная жизнь – это процесс, разлитый во времени, то есть, это длительный процесс, это процесс, да, такой, который предполагает постоянное… ну, вот мне нравится метафора Микеланджело в свое время, да, которого спросили, как из-под его рук получаются такие замечательные скульптуры. Он говорит, я просто беру камень, беру инструмент и начинаю отсекать все лишнее. Вот этот вот процесс, фактически, этим отсеканием, может быть, такой метафорой отсекания, может быть, описан процесс духовной жизни, и если мы примем это, то, соответственно, то есть, примем, что нам нужно совершенствоваться всю нашу жизнь, и одним банальным входом в церковную ограду еще вообще ничего не определяется, и что еще надо как бы дальше двигаться вверх. Дальше Библия может подсказывать и в том числе какие-то определенные рецепты, как это делается и достигается и так далее. Это главный источник, у нас же говорят, нет, нет, это для нас, да, очевидцы, вот их голос через две тысячи лет. И вот в связи с этим вопрос. Хорошо, мы пришли к выводу, что читать Библию надо. Пришли к выводу, что, вернее, напитали себя некоторым знанием о том, что из себя представляет этот сакральный текст и этот памятник литературы. С чего начать? Как правильно читать Священное Писание? Вот огромное количество святых отцов толковали тексты, может быть, с них надо начать? Или же святые отцы сейчас, ну, мягко говоря, непонятно современному читателю? Или же, может быть, вообще сама история комментария к Священному Писанию, она эволюционирует, она двигается от хорошего к лучшему, то есть от понимания к более глубокому пониманию, или как? Ну, во-первых, здесь два вопроса. Один, наверное, вопрос коротенько, я постараюсь ответить, как, ну, сам текст все-таки читать. Тут есть тоже какие-то рекомендации, то есть понятно, что у нас начинают читать Библию, когда просто ее берут целиком и открывают, начинают все так называть, но это не очень правильно. То есть, как мы говорили в одной из первых предшествующих передач, вот, что как бы основным таким смысловым стержнем является все-таки Христос, да, и как ощущение Ветхого Завета и как исполнение нового. Ну, поэтому начинать христианам рекомендуется читать все-таки с нового, то есть с главного. Потому что потом понимать, значит, Ветхий Завет, в котором сократ новый, будет проще. И без этого Ветхий Завет может показаться набором каких-то фактов исторических, там, из жизни еврейского народа, да, и то есть его тоже, наверное, надо читать, но уже это вот скорее потом. То есть, такая общая. И читать уже с пониманием нового, это сформулированное отцами одно из главных герминефтических правил, что Ветхий Завет читается через призму нового. То есть, слово герминефтика нужно пояснить. Герминефтика – это, ну, скажем так, наука или учение о принципах понимания, толкования, объяснения. Давайте тогда вообще в принципе скажем, что есть несколько там, как бы, этапов про исогогику, про герминефтику, про экзогетику, вот эти вот вещи. Мне кажется, их можно прояснить, то есть можно к тексту подходить, поступать. Ну, я думаю, что для простого, собственно, ну, для себя, для прочтения, может быть, и не обязательно все это знать в подробностях, но обычно, когда изучают писание уже по-серьезному, как в рамках библистики или библейского богословия, там есть ряд этапов. Исогогика – это первичный, это введение, то, когда мы узнаем, когда написана конкретная книга, кем, обстоятельства, аудитория, язык, там, ну, вот это исогогика, достойно перевести как введение. Экзегетика – это скорее про изъяснение смыслов, а вот герминефтика – это некий такой методологический такой аппарат, который говорит, ну, вот о слоях, что ли, понимания, потому что на самом деле разные авторы по-разному насчитывают слои смыслов даже. Вот один текст, один конкретный, одна притча, ее можно понять в буквальном смысле то, что там сказано, так сказать, да, и потом. Можно вот пример сразу так, ну, вот, чтобы не слишком углубляться в разные слои? Ну, хорошо, ну, самый простой, например, очень много в Ветхом Завете прочитывается, есть такой способ прочтения, который называется типология, типологический. Это когда события Ветхого Завета, не переставая быть событиями Ветхого Завета, прочитываются как некие прообразы предвосхищения Новозавета. То есть, ну, все мы знаем, исходят евреев из Египта. Конкретно исторической ситуации, там, мы точно не знаем, там, допустим, 13 век до Рождества Христова, пусть там, ученые спорят, да, и так далее. Вот, значит, мы видим, как описано, видим все эти, там, египетские казни, видим как-то фараона, да, все-все это видим. С одной стороны, у этого есть буквальный смысл. Вот этот. Так, фараон, отпусти моих людей. Вот. И для читающего это все, или для христианина это не все? То есть, типология говорит, что типологически это прообраз нашего спасения во Христе. И там уже каждая деталь начинает так прочитываться. Как бы, да, вот там один человек, Моисей, спасает один конкретный народ. Здесь один Бог и человек Христос спасает все человечество. Там это происходит тоже через воду, а не через Красное море проходят. Мы спасаем через купель крещения и так далее. То есть, и таких вещей очень много. Есть типологический образ толкования. Это вот увидеть прообразы Нового Завета в ветхозаветных событиях, вполне себе имеющих тоже и буквальные смыслы. Это тропологический образ толкование, когда из, ну, тоже какого-то буквального текста делаются несколько уже иные нравственные выводы. Нармучительный такой тропос некий образец. Это, ну, и, собственно говоря, самое какое-то высокие это возведение к, там, совсем к духовным каким-то реалиям. Это, там, иногда с отрывом от буквального текста. Это злоупотреблять, наверное, не надо. Это аллегорические всякие формы толкования. Вот. Ну, например, даже одно конкретное слово. Вот Иерусалим. Что такое Иерусалим? Это исторический город в Иудее. Это образ церкви. Это уже типологический. То есть, часто Иерусалим это образ церкви. И это вообще образ небесного града грядущего. То есть, это еще и пророческий. То есть, там, слоев может быть сколько угодно. И это не только с Иерусалимом так работает. Это сработает с очень многими вещами. Ну, и в связи с этим, да, очень часто, например, ту же притчу про милосердного самарянина прочитывают, что человек спускался из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим город святости. Иерихон город падения греха. По дороге всякие бандиты там, да, и так далее. Причем Иерусалим действительно сильно выше Иерихона. Иерихон сильно ниже уровня моря. То есть, кто спускался, если быстро ехать на машине, уши закладывают, как при спуске на самолете. Там реально спускаться надо. Это не просто дорога прямая. Но здесь куча других духовных, так сказать, смыслов. Я перебил вас, Батюшка, простите. По поводу вот герминифтических чтений святых отцов. Герминифтический принцип, да, это чтение Ветхого Завета через призму Нового. Все-таки надо знать Новый Завет, чтобы правильно принять. И тогда действительно Ветхий Завет открывается совершенно. То есть, ты читаешь те же пророческие или даже не только пророческие псалмы какие-то. Совершенно по-другому. Это первое. То есть, начинать надо А с Нового Завета. А Нового Завета мы обычно начинаем, ну, конечно, с Евангелия. Все-таки мы говорили, что это законоучительные книги главные. Потом уже скорее послание. А вот Евангелие тоже надо. Вот мы берем уже отдельную книжку Нового Завета. Его тоже начинают читать с самого начала. Тоже, наверное, не всегда правильно, потому что Первое Евангелие, как у нас печатают обычно Евангелие от Матфея, начинается родословием Христа. Огромное количество еврейских имен, которые пока еще начинающим человеку ничего не говорят вообще. Я реально проводил такие небольшие социсследования, опросы. Большинство людей, которые мне сказали, я пытался читать Писание Нового Завета и что-то не смог. А это все начиналось именно так. Человек открыл, зарававили и родился Лафиил. Закрыл, потому что кто такой зарававили, зачем родился Лафиил, вообще совершенно непонятно. Почему? Мужчина рождает мужчину. Ну, это отдельная история уже, помимо всего прочего. Но сами этим ну и что? А там их много. Там поколение я там, да, до Христа, ну и закрыл все. Поэтому мы обычно, когда начинаем в группе читать, мы начинаем вот у меня там есть в Кошелеве группа, мы уже прочитали Евангелие, заканчиваем читать Евангелие в группе Храма Рождества, Богородица рядом в семинаре. Мы, конечно, читаем Евангелие от Марка. Это вот самое вообще, самое простое. То есть читать, если человек хочет начать знакомиться, надо читать Евангелие от Марка, а потом же можно читать или Деяние, или Послание, то есть можно не сразу всех евангелистов читать. Потому что, например, первые три евангелисты дают очень схожую картину, это синоптики. К Евангелие от Иоанна можно тоже потом чуть-чуть попозже прийти. Это более такой, ну, так сказать, полет мысли там несколько иной. Вот. Это что касается, если уж самому, с чего начинать. Что, конечно, то есть мое глубокое убеждение, ну, можно и самому тоже нужно дома потихонечку, но чем удобнее, важнее, полезнее занятие в группе, это, конечно, возможность поделиться тем, что, да, если Господь открывает при прочтении, возможность у более опытных людей, не обязательно даже это священник, это могут быть те миряния, которые, в отличие от тебя, ты первый раз открыл, а они там не первые. Вот. Или ты первые шаги делаешь в жизни церкви. То есть это уже чтение этой книги вместе с церковью, это то, чего часто, ну, не то, чтобы сказать, не хватает, да, мы же читаем не просто с той церковью, которая сейчас, здесь важно еще и историческое преемственность, мы читаем, претестанты тоже читают в группах, но они отрицают, как бы, весь накопленный, то есть это то, не все, кстати, те адекватные претестанты, с которыми я сталкивался, они это не называют словом предания, они называют опыт церкви, и у них вот свой, они тоже, например, привлекают своих святых отцов, назовем их так, Лютера, смотря кому, кто святой отец, тоже уже как-то отталкиваются, им важно, как Лютер читал, то есть мы тоже читаем не как люди, которые впервые взяли вот с чистого листа бумаги, поэтому две тысячи лет церковь читает эту книгу, две тысячи лет... Или лучше сказать, если человек так начинает читать, священное писание так для себя открывает, что я, там, например, мера всех вещей, мера всего понимания, то велика опасность, что... что если он очень, а если еще при этом он очень, ну, не глупый, сам по себе харизматичен, он еще и людей с собой уйдет, куда смыслы уйдут, то это будет очередное... То есть так, в принципе, рождались все секты, то человек понял, что вот я первый, кто правильно понял, что там написано, на самом деле, что там две тысячи лет читали, это, ладно, там, дремучие какие-то там древние люди, вот я понял, сейчас я расскажу всем, мне же надо поделиться, это еще и же... Это же надо всем рассказать, какое я великое открытие сделал, вот, и все секты примерно так и рождались, то есть, что запады, что наши, вот там, значит, старообрядцы, беспополцы, оторвавшиеся тоже, там, каждый начетчик, ага, вот оно, значит, чего, вот, я вот сейчас пойду всем тоже сообщу, и здесь очень важно то, что мы стараемся понять, как церковь, особенно, ее непрерывной, то есть церковь историческая, да, она, начиная с первых веков, о комментариях появляются очень рано, самые первые, то есть Ориген не просто собирал тексты, как и лингвист, он же еще и оставил очень много гамилей, то есть слов, таких, ну, в виде проповеди, комментарий, к разным книгам, на Евангелие от Матфея, там, на другие книги, и вот понятно, что для нас, для всех, ну, как бы для нас, ну, мы не можем все это охватить, мы всегда как-то выбираем, у нас есть стандартные пути, как бы наиболее, ну, это из древних, мы в основном ориентируемся на Златоуста, на феофилакта болгарского, это уже средневековый, значит, да, болгарский архиепископ, который тоже, в общем, на Златоуста опирался, на самом деле, это примерно очень схожие вещи, лично мне, ну, я для себя в свое время покупал, мне нравились, значит, Григория Двуислова, Папа Римского, западного, то есть, беседа на Евангелии, вот, но тут уже, как бы, в принципе, вопрос выбора, вот, что касается, как бы, вот, сопоставления, нужно ли нам еще кто-то, кроме отцов, потому что, ну, вот отцы, да, во-первых, всех все равно не перечитаешь, и есть какие-то, то есть, те, кому мы отсылали, там, и у Ефрем Сильвина есть интересные вещи, не все отцы толковали всю Библию, там, есть конкретные книги, например, Апокалипсис вообще мало у кого рука поднималась, кроме Андрея Кисарисского, это еще до этого текста, ну, так сказать, не каждый замахивался, вот, и, поэтому, да, надо смотреть, в отдельной книге можно читать комментарии к ним, отдельных авторов, есть прекрасный сейчас многотомный труд, библейский комментарий отцов, там, с первого, буквально по восьмой век, многотомник такой, где берется прям текст Писания, и к нему, ну, все основные за первые восемь столетий найденные комментарии, там, может быть, и Анда Маскин, и Ефрем Сирина, и Григорий Двоислов, и так далее, там просто прям по стиху, и все, все комментарии, даже очень редкие, малоизвестные, там, латинские западные комментаторы, там, пятого, там, какой-нибудь, там, или какие-нибудь там вообще, какой-нибудь там, бедодостопочтенный, который, да, церковная история народа англов, вот, тоже про Библию оставил какие-то комментарии, то есть, есть, для серьезного изучения есть, мы не всегда привлекаем весь вот этот корпус, мы, так сказать, мы иногда в группе делимся, да, вот у нас есть, ты отвечаешь за феофилакта болгарского, ты каждому конкретному нашему чтению заранее смотришь, что там у него написано в этом месте, и мы как-то пытаемся, а к вопросу о том, а зачем нам тогда всякие современные вот переводы, современные исследования, мне, тоже этот вопрос возникал, и в разных группах читают по-разному, где-то с опорой больше на святых отцов, где-то больше на современных исследователей, и мне доводилось, как бы, в полемике по этому поводу участвовать, типа вот, ничего нельзя знать лучше святых отцов, они же знали, хорошо, они же святые, канонизированные, тем более, с одной стороны, да, сказать, что мы вот лучше знаем что-то про Писание, чем святые отцы, про его содержание, сути, наверное, как-то немножко дерзко, но с другой стороны, мы нередко действительно лучше знаем исторический контекст, ту же историю. Ну, они просто, восстанавливаются в связи с развитием исторической науки, археологии, археологии, более того, даже с точки зрения филологии уже, да, и знания языка продвинулся. Я говорил о том, что, ну, то есть, начиная там с 4 века и дальше, отцов, которые знали иврит, и работали с оригиналом ветхом за это, по пальцам пересчитать. Большинство работало с переводом септуагента, это все-таки не совсем тот, та степень аутентичности. Давайте честно скажем, там, Блажен Иероним специально уехал учить, да, поселился там, чтобы выучить, надо было поселиться в Палестине, там, прожить десятилетия. То есть, таких людей, которые знали, из латинских и греческих авторов, знавших, даже наши великие каппадокийцы, я сейчас не уверен, так сказать, насколько они с еврейским были знакомы, да, то есть, это известные святые отцы. Поэтому, как сказал один, мы можем иногда даже видеть чуть дальше святых отцов, не унижая их опыта, подобно тому, как мы, карлики, сидим на плечах великанов. Есть такой образ. Это не Умберто или Эко про карлики на плечах великанов? Нет, по-моему, нет. Но, по-моему, не он. То есть, вот они много сделали, да, а современная наука еще дает какие-то, там, археология, филология и прочее. Мы, да, мы карлики, сидящие на плечах этих столпов, которые называем отцами церковью. У нас совсем мало времени. Мне бы очень хотелось, чтобы мы дали, ну, некую наводку, да, кого из современных комментаторов, из современных библеистов вы бы могли порекомендовать? И можно ли рекомендовать вообще ребят, друзей наших, как вы их называете, западные партнеры, там, тот же Райт, Мерцергер, там, и так далее? Западных партнеров тоже можно, но, как бы, осторожно. Вот. Это зависит от степени погружения. На начальном этапе, там, если мы, вот, там, начальная группа, начальная работа, кроме отцов, мы привлекаем еще, ну, классику типа Лопухина, то есть, тоже собран, в принципе, на уровень науки, уже, правда, начало 20 века, немножко устаревшую, но очень многие вещи там, филологические, исторические и прочие там тоже есть. Когда человек начинает, ну, чуть-чуть там продвигаться, то есть, кроме Лопухина, и, может быть, мало кому-то рекомендую, но, когда человек уже что-то почитал, там, можно рекомендовать Кассиана Безобразова. То есть, если из наших, в плане православных, эмигрантская, так сказать, уже 20 века, уже в середину, вторая половина 20 века, вот там, да, его эти отдельные лекции по Евангелии от Марка, там, по Евангелии от Иоанна, водой, кровью и духом, есть книга, но это уже там, да, там отсылка к языкам тоже идет часто, это серьезная литература. И это уровень, в принципе, подводящий нас к уровню современной библистики, которая, в принципе, ну, она межконфессиональна, то есть, можно читать, вот я вот с удовольствием с огромной трилогией Брюса Мезгера, да, вот ее можно рекомендовать в принципе всем начинающим, кто хочет уже как-то так серьезно, потому что, ну, просто, чтобы Евангелие научиться читать, не обязательно читать Мезгера, но у Мезгера трехтомник, текстология Нового Завета, канон Нового Завета, ранние переводы Нового Завета, это вещь, конечно, монументальная просто, тоже, правда, уже больше полувека, наверное, этой книги, сейчас уже, так стремительно летит время, вот, и того же Райта, есть ряд, они достаточно, там, мне Ричард Хейз нравится еще, то есть этика Нового Завета, это этический, это анализ, там, и Нагорный Павел, Карл Барт, его толкование на послание Капустова Павла, да, его Павла в послании, поэтому можно, но это уже надо иметь, как бы, ну, широкий кругозор знаний, чтобы понимать, что где-то, может быть, в этих книгах проскакивает все-таки конфессиональная, ну, так сказать, ограниченность, потому что, ну, вот, некоторые вещи, тут тот же Хейз читает, ну, именно так, как принято читать, вам, этих текстов. Отец Максим, огромное спасибо, хочется еще вопросов позадавать, но, к сожалению, время истекло. Думаю, что будет еще время. Да, обязательно еще встретимся, и, может быть, к этой же теме подойдем несколько с другого ракурса. Благодарю вас за три уделенных нам вечера вторников, вот, за то, что, действительно, ну, так полновесно и объемно мы создали образ Библии и по возможности дали рекомендации, как ее читать. Вам же, дорогие наши телезрители, рекомендуем тексты Священного Писания читать не просто знакомясь, а погружаясь в них, как погружаются аквалангисты в глубины океана. Еще раз повторюсь, есть чтение, группа чтения Священного Писания на Софийской набережной, которая в холодный период времени перейдет в семинарию, проходит это по пятницам в семь часов вечера рядом с ладьей. Есть группа чтения при Татьянинском храме, который возглавляю я. Есть огромное количество приходов, где еще священники устраивают такие группы чтений. Узнавайте, ищите, читайте, просвещайтесь. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok